Вот эти обломки, все что осталось от дома семьи Курманалинах. Уехал утром на работу, вечером приехал в никуда, говорит глава семейства. От нажитого имущества остался один пепел, ни вещей, ни документов. Я рад тому, что семья жива осталась. Пацан в одних трусах выбежать успел. Жена в одной халате на улице выскочить успел. Винит в произошедшем пострадавшая сторона соседей. Возгорание произошло у них в доме. По словам Кинжабулата Маханулы, соседи имели свой магазин, в котором продавали домашнюю выпечку. По их халатности, по несоблюдению техники безопасности, они готовили пирожки. В это время в магазин приходит посетитель. Пока его отпускал, кухня пожар образовалась. То есть, который жарил пирожки, вот это побрызгал, пенопласт в потолок попал. Увидел пожар, собственно, наручен, в ведро воду взял, черпанул. И в это время пламя вообще хлыстнуло. Выходит, собственно, наручен, свой дом сжег. Магазин сжег. И невинный я остался без крыши. Пожар случился 24 апреля. С тех пор прошло уже 8 месяцев. Но семья, которая осталась без дома, не может найти виновных. Жить приходится на съемной квартире. Куда я не обращался, везде. Приходи завтра и кормят. Мое дело ведет именно вот это. По уголовному делу, 204 статья, поджог по неосторожности. И по сей день ни звонок, ничего нету. А я осталась без крыши, без жилья, без нажитой. На улице, в прямом смысле. Хозяин сгоревшего дома в сердцах винит всех вокруг. И это понятно. Человек хочет справедливости и восстановления дома. Однако дело не стоит на месте. Департамент полиции Октябрьской области дал свой комментарий по этому вопросу. По факту возгорания жилого дома по улице Кустанайской проводятся досудебные расследования по статье 204 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначен ряд экспертиз. Кроме того, проводится опрос специалистов. А пока дело сдвинется с мертвой точки, будет найден виновный и справедливость восстановлена. Семье Курманалиных придется жить, где придется. Храня теплые воспоминания о счастливых годах, прожитых в своем доме по улице Кустанайской, 12. Зинара Абдуалеева, Руслан Ельтаев, Телеканал Ак-Тубе.